Ага, ну такой, боевой, да, можно сказать. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео будет необычный формат для моего канала про монет Украины. Я поторгуюсь за меч Акинак, скифский Акинак на сайте Виолити. Те, кто давно смотрят мой канал, знают, что я хочу себе такой меч приобрести в коллекцию. Очень прикольно подержать его в руках. Тем более я видел, как выглядят такие мечи в реальности. У меня есть даже видео, когда я купил, а меч оказался поддельным. Я, конечно же, отказался от него на почте. Это было через другой сайт. Теперь я просматриваю только на Виолити подобные лоты. И здесь как раз я поторгуюсь за такой меч. Посмотрим, куплю я его или нет. В целом, немножко расскажу по стоимости таких мечей. И покажу какие-то примеры с ценами. Какие были в ближайшее время на такие мечи, на Акинаки в целом. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Поехали. У скифов он считался именно колющим. То есть, такие Акинаки использовались для какого-то быстрого, там, быстрой расправы над врагом. Достал, вонзил, выжил. То есть, такие, ну, и существовал культ, культ бога войны, да, у скифов. И таким вот мечам приносились жертвы. То есть, его ложили на такую возвышенность, да, и убивали там раз в неделю возле него каких-то свиней, возможно, даже людей, да, принося жертву богу войны. Так, ребятки, ну, такой вот небольшой меч Акинак. Сейчас, конечно, тренд немножко падает на холодное оружие. Ну, все-таки найти довольно сложно, довольно интересно. Вот, такой предмет подержать. Без каких-либо чисток. Он здесь, видно, что есть какие-то там раковины. Ну, это все убирается профессионалами, кто этим занимается. Вот, давайте поторгуемся за данный меч. Конечно, тема монеты Украина моя, но это тоже такой артефакт, который интересно было бы подержать в руках. Давайте дадим за него 2600, на него предложили. Акинак вещь интересная, нечасто находится. Чтобы найти, нужно действительно проделать так определенную работу, поехать на бензин, найти локацию, взять в прокат или иметь свой поисковый аппарат, соответственно, да, металлоискатель. Ну, вот, и найти непросто, вложить ковы силы. Ну, с другой стороны, этот рынок сейчас настолько просел, просто, наверное, на дне, если еще не хуже. Если не хуже, потому что спрос падает. Люди сейчас вкладывают в безопасность во время карантина, кризиса. То есть люди стараются каким-то образом все-таки придержать деньги, придержать расходы. Компании сокращаются. И поэтому очень такие инвестиции довольно рисковые, потому что ты не знаешь, сможешь ты его продать, не сможешь. Сможешь ли ты его почистить, не сможешь ты его почистить. То есть тут какие-то все-таки риски есть. Давайте поставим на него. Потому что, ну, специфика есть особенная. Именно в холодном оружии, именно в таком состоянии. Плюс, конечно же, при неправильном хранении данные предметы очень сильно окисляются. То есть они окисляются от воздуха. Возможно, какие-то у них появления, там, таких микровзрывы, отшелушивания и так далее. То есть здесь, конечно, я не профессионал именно конкретно по чисткам, по тому, как сохранять. Ну, с другой стороны, когда у тебя есть уже какой-то предмет на руках, ты начинаешь более конкретно смотреть, более конкретно изучать тему, более конкретно, как это сказать, ну, погружаться, изучать. Знаете, как коллекционеры, как это все работает. У тебя появляется монетка, ты начинаешь ее изучать, начинаешь читать книги, как она появилась, какое количество там ягод, какая мне редкость, насколько часто она встречается, какие особенности. В данном случае мы видим, что этот окинак, ну, один из распространенных, потому что, ну, есть более-более редкие экземпляры. Виолити, на котором я сейчас торгую за данные окинак, довольно славится тем, что здесь в основном все копатели выкладывают то, что находят, свои находки. И, в принципе, даже, сейчас я посмотрю, тут даже нет обсуждения, потому что, ну, визуально видно, что это не подделка, это не реплика, это не что-то, что было, знаете, прикопано, замазано, что могут выставлять там на разных там сайтах по типу OLX, непонятно что. Здесь просматривают администраторы и зачастую очень маленький процент какого-то, как сказать, подделок в этом формате. Конечно, более, стоит опасаться более сложных подделок. То есть, когда лот стоит, ну, там, 3000 гривен, гривен, вряд ли кто-то будет заморачиваться, его там подделывать в таком формате. Когда это что-то более серьезно ценное, там, монета за 500 тысяч гривен, да, или за 100 тысяч гривен, или даже за 50 тысяч гривен, есть люди, которые этим заморачиваются, которые подделывают и каким-то образом пытаются продать. Здесь мы видим, что рейтинг продавца маленький, скорее всего, этот человек непрофессиональный продавец на этом аукционе, а человек, который копатель, то есть, нашел, выставил, продал. Так, давайте посмотрим, что тут у нас по обновлению. 2,710, то есть, потихонечку у нас торги идут. Что можно сказать по конкретному еще данному лоту, что мы видим, что люди, в принципе, следят. То есть, но рынок, видимо, лот не рекламировался, да, что 29 человек всего, 29 человек смотрятся данным лотом. Есть особенность, добавлен видеоролик, в котором нашли данные кино. То есть, у нас блогер, который, собственно, искал вот 3 года. Классное название. Ну, я думаю, тут от количества времени можно и больше искать. Вопрос только интенсивности поисков, насколько регулярно ты ищешь, выходишь на копы, знаешь места, где это делать. Вот, давайте, вот, видите, торги потихонечку идут. 2,750. В принципе, сейчас, ну, мне кажется, для него красная цена, наверное, до 3000 гривен. То есть, 3000 гривен, при том, что сейчас падает все. Давайте посмотрим, какие у нас были продажи окинаков. Ну, вот, довольно, кстати, большой окинак, длинный. 3600 гривен. Были торги, 14 человек следило. Ой, смотрите, какой он. Ну, сколько, 20. 34 сантиметра. И, кстати, довольно неплохой. В плане состояния, в плане того, что с ним можно поработать, почистить. Вот. 35 сантиметров, да. Смотрите, ну, такой интересный экземпляр для коллекции. Давайте посмотрим, что еще были. Продавались вот такая подборочка. Вот такой, блин, очень много, я вижу, было, выставлено. Еще, видите, не обломленные концы. То есть, потому формируется тоже цена. Я еще расскажу, что я не эксперт по окинакам. Я знаю какие-то моменты, которые можно просто-напросто увидеть по аукционам, посмотреть. Есть литература, соответственно, где можно посмотреть типы окинаков. Можно посмотреть их датировки, ориентировочные, да. Рисунки какие есть, какие стили. Вот. Железо в коллекцию. Жалко, нельзя дополнительные фото посмотреть. Вот. Ну, смотрите, здесь прям вообще. Такой, если найти хорошего профессионала, который сделает, то можно пополнить коллекцию. Но в любом случае нужно, конечно, правильно им заниматься, его хранить. Гляньте, тут у нас вот такой орнамент. Прям красиво фотографию сделали. Прям настоящий меч, можно сказать. Хотя именно окинаки, они считаются быстрым колющим оружием. Когда ты достал, вонзил, победил врага. Да, я уже как-то говорил об этом, о том, как работает, да, этот формат. Ну, сейчас цена 2870 гривен. Мы видим, что, в принципе, таких маленьких цен, наверное, не было, да, чтобы вот так дешево уходил за 2800. Ну, все, конечно, еще раз говорю, от состояния. А вот было 2300. Наверное, это был согнутый, да. Вот, да, вот смотрите. Ну, вот это, собственно, скорее всего, меч перебивался, гнулся, то есть захоронялся вместе с его владельцем, да. И цена такая подешевле, потому что его нужно как бы дорабатывать, еще нужно с ним каким-то образом взаимодействовать. Вот, кстати, похожий, похожий окинак, получше состояние, 3300 гривен. Так, что мы видим? Уже, неужели торги, торги завершатся, и он уйдет за 2870. То есть, по факту, по факту, 3000 гривен цена такого окинака в данном состоянии. Я, наверное, не буду принимать участие, потому что все-таки чуть-чуть бы получше состояние. Вот, например, вот в таком я, наверное, взял бы, потому что видно, что какая-то работа уже проводилась, потому что стоимость... То есть, сложно сориентироваться, какая будет стоимость работы по очистке. Кстати, не написана длина. Вот это тоже не совсем правильно сделал продавец, не писал длину. Ну что ж, мы поздравляем того, кто себе покупил. А, нет, видите, еще продолжаются торги. На последних буквально секундах кто-то поставил. Смысл есть покупать какие-то вещи, если вы четко знаете, кто у вас его купит. То есть, кто будет конечным покупателем, если вы, например, берете на перепродажу. В данном случае, так как я беру для себя в коллекции вещи, то есть, я не перепродаю монеты, бывают у меня дубли какие-то, когда находится более лучшее состояние или из набора. Я что-то меняю на слете коллекционеров или, например, меняю или продаю, выставляю к себе. Но я не занимаюсь продажей каких-то таких вещей, потому что нужно этой темой более плотно заниматься, разбираться конкретно, что... Вот здесь, когда ты смотришь на такой предмет, ты понимаешь, какие явные его недостатки, какие супер проблемные стороны. Судя по тому, что ставит человек с большим рейтингом, видимо, можно оттолкнуться от того, что он понимает, как он конкретно почистит, либо он знает, зачем ему нужен этот окинах в коллекции. Ух ты, тут прям очень большое, а что... Почему такая маленькая цена, мне интересно, потому что... Новодельный, что ли? Да, а реконструкция... Ну, а вот, мы понимаем, почему маленькая цена, потому что состояние, реставрация, реконструкция с добавлением или заменой элементов. То есть, по факту, берется окинах, что-то он добавляется. Здесь я бы сказал, что тут я не вижу вообще каких-то родных частей от него. Ага, нет, видите, есть как бы фотография, как бы он был найден, но у меня какие-то сомнения, да, что прям в таком превосходном состоянии такой большой длинный окинах и прям так сохранился, так его почистили, не знаю. По моим ощущениям, он должен стоить, конечно, гораздо дороже. Типа в таком состоянии, в такой длине. Потому что, кстати, один из вариантов проверки, один из вариантов подделки вот таких вот серьезных вещей, например, доспехи или еще что-то, это когда берется оригинальная вещь, какой-то элемент, и добавляются какие-то новодельные штуки. Новодельные штуки, и эксперты могут провести какой-то анализ, анализ металла, анализ возраста. И если забрать в каких-то отдельных местах, например, ручку или здесь, или здесь, мы понимаем, что у нас все отлично. То есть металл соответствует заявленным датам, но если подделка делась профессионалом, какие-то конкретные вещи заменились, и, например, разобрав один окинак, какой-то вот, например, такой, да, там отдельно можно ручку взять, отдельно гарду, да, отдельно лезвие, и собрать три разных окинака, и продавать их как реставрированный формат. Это такой, видите, маленький лайфхак, для тех, кто этим хочет заниматься, но это, для меня это такое, знаете, не коллекционирование и таких вещей я бы не хотел себе в коллекции, что-то реставрированное. Вот, поэтому важно заниматься, разбираться в своей теме. У-950, ну, видите, я на него назначил цену, 3000 гривен, я не думаю, что кто-то бы заплатит больше 3000. Судя по тем примерам, которые мы видим, ну, 3000 гривен, ну, вряд ли, вряд ли. Ну, вот, видим тоже подобные. Ну, тут еще на любителя, вы знаете, то есть каждый человек выбирает, что ему нравится, какой формы окинак хотелось бы, ну, вот, то есть какое состояние, состояние реставрации, то есть состояние там, все, вот, видите, прям здесь у нас, вот тут копия продалась за 1500 гривен. То есть просто кому-то захотелось себе прикольно биметаллический, ну, на самом деле это биметаллические окинаки самые дорогие. Ну, не самые, как я видел по продажам, это довольно и посложнее, и поинтереснее, потому даже копии, видите, продаются. Продавец прикольно сделал, даже какой-то сертификат предложил к данному окинаку, чтобы сделать его более усложнить, более сделать интересным, и довольно 1000 гривен заработал. Я думаю, что производство такого окинака стоит, ну, думаю, подешевле. Мы видим, лот продался за 2990 гривен. В целом, я думаю, довольно нормальная цена, при том, сколько затрат нужно потратить на то, чтобы найти этот меч. И в перспективе, если рынок будет расти, если, вот, если рассматривать это как инвестицию, рынок будет расти, у нас будет все стабильно, такой меч можно помыть, почистить, привести его в порядок. Можно продать его в два раза дороже, например, да, или в три раза дороже. Но это непонятно, когда будет происходить. Но для коллекции, конечно, я бы хотел такое иметь в себе. В перспективе, в будущем, я думаю, у меня вы увидите какие-нибудь торги за следующий меч. Надеюсь, он будет в отличном состоянии коллекционным, чтобы можно было разместить у себя на полочке его где-то, знаете, или есть такие столы, в которых есть ниши для размещения каких-то артефактов под стеклом или даже с сохранением какой-то влажности для хранения таких вещей. Особенно, да, они из железа, которые сделаны. Спасибо, кто смотрел этот ролик. Надеюсь, он был для вас интересным и вам было интересно наблюдать за этими торгами. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это так. И всем до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok